привет как и обещала я провожу прямой эфир хочу сделать такой фидбэк насчет фильма который снял bbc документальный фильм про тебе джошу зачем я хочу этот фильм разобрать как-то отреагировать потому что как вы может быть знаете что много лет очень много лет я говорю предупреждая людей про то что творится в африке про проповедников про пасторов и хочу вот рассказать тоже поделиться с вами что я вообще думаю об этом все чтобы чтобы люди не совершали ошибок во первых которые я насовершала чтобы они не подвергали свою жизнь опасности но если они вдруг едут на миссию или вдруг они захотели поехать к африканцам которые их пригласили или вы посылаете деньги тем миссиям детским домам которые держат люди из африки и мне очень многие пишут что вот смотри вот фотографию сейчас мы тебе покажем отправлять ему деньги или не отправлять ребят я уже фотографии даже смотреть не хочу пожалуйста заблокируйте этого человека и вы знаете каждый раз одно и то же я повторяю говорю очень хочется вот чтобы меня услышали и и может быть на этом фоне на вот на фоне вот этого фильма до который вышел люди хоть немножко прислушиваться к тому что я говорю потому что иногда складывается впечатление что ой ну там это наташа то понятно там ой что то у нее такой в африке произошло и вот теперь она говорит там не очень хорошо про африку вообще не об этом речь хочется чтобы мы вместе подумали просто я не буду выносить приговоры никому здесь но просто чтобы вы как-то с разных сторон на этот фильм посмотрели хочу вот что вам рассказать что в 2000 по моему седьмом вот где-то в этих годах не хочу брать в россию в москву церковь слова жизни приехал пастор пастор хусему линди он привез собой 22 ребенка из уганды их пригласили в слово жизни чтобы они дали там концерт эти дети пели в хоре он приехал в слово жизни он рассказал свою историю он поделился своим свидетельством дети вышли спели очень красиво спели возраст детей был где-то от 10 до 17 16 лет слова жизни люди посмотрели на этот прекрасный вдохновляющий красивый африканский хор детишек посмотрели на этого пастора который заботится ответить этих детях поаплодировали они собрали пожертвования и пастор поехал в другую церковь точно также давать концерт в россии вот такая картинка которые которые нарисовали для людей для христиан слова жизнь по всем по всей москве были развешаны плакаты я их то сама видела еще не собиралась тогда даже в африку ехать даже мысли не было были развешаны вот эти плакаты огромные что вот приезжает хор из уганды всех приглашали в церковь чтобы посмотреть и если вы были на этом концерте вы могли подумать какой классный пастор как он заботится о детишках да он такой молодец смотрите какое как он проповедует как он плачет на сцене как он молится за россию и за африку и за своих детишек это то что вам нарисовали вот эту картинку что было на самом деле была катастрофа которую естественно никто не знал и знать не мог в общем эту картинку которую вы видите в 2 ты в 2014 году я попадаю в африку и я попадаю в дом именно вот этого пастора хаса мулинди я живу в его доме я знакомлюсь его семьей я знакомлюсь с этими детьми которые пели в хоре я хожу в его церковь помогаю в его школе мы берем 56 детей на спонсорство из этой школы потому что дети не там из разных семей даже были из южного судана и каждый день я провожу в семье этого пастора я вижу как он живет я провожу в школе каждый день потому что мы там преподаем уроки мы заботимся о детях мы ездим в разные деревни достаем детей которые очень плачевном положении и берем их на спонсорство я каждое воскресенье в его церкви я слышу его проповеди я слышу как он молится как он плачет как он пророчествует и все это во всем этом я живу то есть я не отдаленно где-то знаю про этого пастора я живу его семье я прекрасно знаю его жену мы ездим к разным политикам с этим пастором к спикеру спикеру парламента мы приезжаем мы знакомимся с разными государственными деятельными деятельными очень высокопоставленными мы идем к послам мы едем в отдаленную деревню генералу в отставке который был миротворцем и так как меня сильно интересовала история джозефа кони террориста меня знакомят вот с этим генералом который был миротворцем переговорщиком с террористом джозефом кони мы вхожи к разным людям на разных уровнях но в основном это люди высокопоставлены это послы и так далее то есть благодаря ему я познакомилась очень многими людьми которые были вот в таких вот высоких кругах и так продолжается около двух лет мы приезжаем туда мы привозим команды мы строим ребята строят мини пекарню обустраиваем школу все больше и больше детей мы берем на спонсорство берем на спонсорство детей из отдаленные отдаленных таких деревень на границе с южным суданом которая пострадала бог более всего от войны только через два года даже немножко побольше я осознаю что что-то здесь не то я очень понимаю всех кто не верит bbc расследование про тебе джошу я вас абсолютно понимаю потому что вы смотрите вообще через экран или вы побывали в его церкви пару раз или вы даже там где-то с ним служили но я прослужила с пастором вот таким же аферистом хорошо давайте так скажем с аферистом два года и так люди видели выступление этих детишек церкви слова жизни москва возвращаясь к тому да и их картинка вот когда вы сидите в кресле слова жизни вы смотрите на этот хор вы умиляетесь насколько милые детишки насколько прекрасный пастор на самом деле картина такая после этого выступления пастор заходит в душ к этим детям берет палку и фигачит их избивает этих детей за что спросите вы и за что спрашиваю я у детей мы не так хорошо выступили нам мало зрите нам мало аплодировали после выступлений отвечают мне дети недостаточно мало было пожертвования собрано недостаточно недостаточно люди отреагировали над этими детьми которые приезжали в москву издевались их избивали и когда был обыск уже после всей этих историй да мы там заявляли и открыли естественно дело там в полиции после этого всего у этого пастора находит чемодан с паспортами что он делал потом нам уже объясняют в посольстве они говорят что он брал вот таких детей и шантажировал манипулировал шантажировал родители чтобы они продавали земли и продавали свои там маленькие дома а земля в африке это все то есть это твоя вот это твоя жизнь если у тебя есть маленький клочочек земли ты хоть как-то более-менее ты выживешь а если у тебя этого нет все ты на улице ты еще не знаю как так можно выживать он забирал эти дома хибарки эти маленькие он забирал вот эти земли для того чтобы оплатить обучение в своей школе обучение в африке платные вы скорее всего ну я не знаю как других странах нашей стране вы не найдете бесплатного образования и мамочки которые хотели лучшего будущего для своих деток продавали свои маленькие хибарочки продавали свои колочки земли отдавали пастор естественно кидал на деньги он делал им паспорта под предлогом того что он вывезет их всех там в америку в россию и они будут наслаждаться лучшей жизнью и опять же он кидал и всех на деньги то есть он тянул из них деньги люди не образованные у нас люди не знают не понимать что такое паспорт у наших детей чтобы понимали ни у кого не у одного с улицы я имею ввиду у других детей там из семьи может появиться айди или паспорт но у нас нету они не знают когда они рождены они не знают когда у них день рождения некоторых детей которые я забирала с улиц не знают как их зовут вот ему пять лет а он вообще в прострации мы там придумывали имя либо на улице либо когда забирали в репцентр так вот на фоне вот этой безграмотности на фоне того что вот эти люди они не образованы он отбирал у них все нам это потом уже потом уже рассказывали то есть было такое официальное расследование для то вот и мамочки шли на это чтобы у их деток появлялась появлялась шанс на лучшую жизнь почему я жила два года служила в церкви с аферистом с психопатом и не чухнула даже и даже вот у меня не у меня возникали мысли но я их подавляла почему я не приняла эту реальность и почему я прекрасно понимаю каждого из вас кто говорит ой это все это все ложь во первых мне нарисовали картину как любят африканцы когда приезжать не белые или приезжать какие-то другие люди они рисуют картинку есть церковь есть пастор есть библия вот они стоят там проповедуют и вот тебе кажется что все все прекрасно все хорошо тех людей которые у них в школе они их шантажировали они запугивали они говорили так если ты расскажешь если ты расскажешь что здесь происходит ты полетишь из школы на тебя выгоним и к сожалению некоторых детей двоих выгнали школу потому что они нашли в себе смелость рассказать что происходит одного выгнали подростками было на тот момент 15 лет и его выгнали вот так вот просто вышли на ли все его вещи и он оказался нигде потому что он встал на нашу сторону опять же знаете вопрос почему он стал на нашу сторону потом уже африка этом черт голову сломать но факт то что его действительно выгнали их шантажирует так что если ты сейчас расскажешь то что происходит представляешь как родители твои вот что они платили за тебя и ты просто кого ты выберешь меня кто тебе дает образование да говорит пастор либо вот этих белых которые приехали уехали и принципе можно понять страх детей далее мы не знаем языка я тогда не знала языка и не знала что о чем они говорят между собой я не знала культуру африки я не знала что вообще есть аферисты вот такие и так как этот пастор жил с женой и жена была так добра и так мила к нам это тоже знаете меня пыль в глаза мне пускала потому что она была настолько вот хорошо к нам относилась и кормила и поила и какие-то подарочки дарила какие-то там платьица юбочки в общем мы с ней очень хорошо общались она была наимилейшая женщина но просто прекрасная и с чувством юмора и такая знаете ну и проповедовала она прекрасно и она тоже проповедовала в церкви такие проповеди что за душу берет ты не можешь понять что и дети из-за шантажа или за чего-то еще из-за страха вернее и помощники все кто окружает этого пастора они в одной упряжке и вот эта картина которая ты приезжаешь и инструктирует детей дети вы должны говорить это не должны говорить то у нас смотрите все так хорошо ставится специальные даже там флаги вашей страны держится там какие-то картинки там все настолько продумано вы даже не не прикопаться там дети счастливы дети аплодируют и вы впечатленные после двух недельной миссии в африке приезжайте домой говорите там так прекрасно дети так счастливы наташа что ты там возмущаешься настолько все хорошо дальше это то что делают люди с его стороны с моей стороны я не снимаю себя ответственности чтобы вы понимали потому что я не узнала что такое африка я не могла узнать что такое уганда я не выучил языки не я не знала языка а чтобы ехать в африку на миссию я всегда говорю вы должны знать местный язык это это маст хэп это обязательно дальше я созависимая что такое созависимость пастор для меня равно авторитет пастор равно не может быть аферистом быть маньяком насиловать детей избивать детей воровать отбирать не может это нереально и самая главная моя черта на которой я попалась это отрицание реальности это это черта которая присуща созависимым и присущим не было больше всего что такое отрицание реальности все добрые все кто служит все кто ведет церковь кто заботится о детях они добрые хорошие реальность который бы мне нужно было принять на тот момент слишком жестокая слишком ужасная я много ездила по отдаленным деревням разговаривала с детьми которые пострадали они уже выросшие подростки молодые люди они пострадали от террориста джозефа конь то что они рассказывали не могло влезть в мою голову не могло мы с подругой не спали две ночи мы не могли спать а просто истории чтобы вы понимали истории которые нам рассказывали подростки что происходило знаете здравый нормальный человек эти истории слышать не может и принять их тоже не может поэтому это жуть я вообще-то в тот момент я подумала господи куда я попала это какой-то это какой-то ужас поэтому нам сложно принять такую жестокую реальность я живу вот своими глазами вижу его церковь сижу на собрании я же вижу его жену я вижу его дом я живу в его доме да я знаю всех там я знаю всех помощников и так далее но я отрицаю реальность не могу принять то что он там аферист например потому что я своими глазами ну как бы вижу что все нормально когда произошла поворотная точка когда ребенок наконец-таки один после двух лет подошел ко мне и сказал наташ мне нужно тебе кое-что рассказать с этим ребенком мы очень близко общались ему было 11 лет это был вот наш найти он вот он всегда с нами он классный и он отличался от других он был такой независимый такой смелый сам по себе классный мальчишка очень умненький и вот он подходит ко мне говорит наташ пастор нас избивает моя реакция точно такая же еще раз говорю почему я понимаю людей которые отрицают этот фильм потому что моя реакция была точно такая же джафа ну придумал приснилось но не может такого быть ну давай пойдем знаете я его не послушала ко мне приходит второй ребенок через какое-то время и говорит наташ я хочу тебе кое-что сказать нас избивают и я ему тоже не верю я готова была больше поверить пастору чем какому-то ребенку который но фантазия девушка девушка эмоциональная слишком что-то там придумала что-то приснилось и мы верим пасторам мы верим а высокопоставленным каким-то людям или там еще кому-то но мы почему-то не верим жертвы моё и вот это отрицание отрицание всего негатива плохого что я не хочу принимать я не хочу признавать свои ошибки во первых я не хочу признавать то что все что вот в чем я сейчас живу это все неправда это все нарисованная реальность дошло до того что когда дети стали нам рассказывать один другой третий четвертый и уже все это начало выходить наружу уже нельзя было спрятать и мы нашли там нашу гуманитарку на чердаке мы увидели что за нами постоянно следят и можно сказать о это вообще параноички думать что за ними следят но в тот момент уже начало просыпаться такое знаете холодная голова начала включаться и мы увидели что нас записывают постоянно на телефон постоянно почему потому что мы взяли у главного помощника этого пастора телефон под видом что позвонить как будто бы потом эти от всегда пользовались этой фишкой и посмотрели просто сообщение все все наши все наши с ним разговоры были записаны ящик ну я даже тогда даже тогда я не чухнула ну и я думаю зачем записывать все наши сообщения дичь какая так вот я забрала с улицы девочку она была сирота и мы пастор этот не брал уличных детей в школу никто не берет практически уличных детей в школу если только не не сказать что это уличные дети очень хорошо заплатить так вот так как мы ее надавили на этого пастор он все-таки взял эту девочку и он естественно избил и я думаю что там было насилие когда я об этом узнала я подошла к пастору мы подошли и мы сделали очень немудрую вещь потому что мы еще не понимали до конца на третий год что мы в африке что нужно вообще там все по-другому делал я ему в лоб все сказала игры ты волк в овечьей шкуре и очень высказал все что все что я не думаю поступила очень неправильно поступила ужасно не мудро за что поплатилась он сказал дорогая не кричи все будет хорошо приходи домой мы все обсудим и когда мы пришли домой закрылся замок на ворота поставили солны солдата из конга это был проводник наш и сказали девочки платите 2000 долларов либо вы отсюда никогда не выйдете вот посмотрите теперь картина я сижу в гостиной около меня две девушки сидят 18-19 лет это мои подруги которые приехали тоже на миссию сидит пастор говорит ты идешь в тюрьму за то что ты украла детей я иду в тюрьму и читать не обвинение а я сижу и я не верю что это происходит в моей жизни я отрицаю это все на меня смотрит лиза горит наташ за нас выкуп просит это опасно для нашей жизни а я говорю стоп 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 сейчас сейчас мы все решим по мирному и что это это найти как называется стальгом стальгомский синдром да назовите это как хотите отрицание реальности созависимость я не то что я испугалась я сильно отрицала реальность девчонки выбежали из дома открыли дверь выбежали из дома и стали кричать соседям помогите нас держат заложников они кричали на стаку был забор достаточно высокий с колючей проволокой выходит сзади пастор и говорит на своем языке я так понимаю что они сумасшедшие не слушайте их они просто сумасшедшие и соседи отворачиваются и ничьи никто нам не помогает они орут соня с лизой они кричат нас держит там сутки вечером сажают за стол и ставят мясо и нас не кормили до этого и говорят ешьте если мама будем ну как смотреть наблюдать и я я понимаю что мясо отравлены соней толкают горит таташа мясо отравлены потому что мы спрятали паспорта они никак не могли найти нашего паспорта до этого соня их засунула под раковину привязала скотчем под раковину паспорт наши все паспорта и они перерыли нашу комнату то есть когда мы вошли наша комната вся была перерыта вещи вот так вот разбросаны по комнате не где паспорт ваш мы не скажем что хотите делайте так вот мы берем это мясо я отвлекаю этого пастора отвлекая помощника она берет это мясо спрячет его и выкидывает выкидывает за забор после этого я сижу я все равно пытаюсь договориться я пытаюсь договориться с этим пасторами игры ты что ты творишь мне приходит идея подхожу к его жене и говорю послушай помоги нам открой дверь пожалуйста помоги нам выбраться отсюда она на меня смотрит и вот эта милая женщина жена пастора которая так была добра к нам которая так была мила к нам дарила подарочки и принимала и шутила и все для нас делала смотрит на меня вот так с высока и говорит ты поплатишься за все что ты делала и ты отдашь нам эти деньги хочешь ты этого или нет ты отсюда не выйдешь знаете я на нее смотрю я поверить не могу это же ну-ка подруга моя это же служительница это жена пастора вот это было знаете это было это была попытка но она не удалась скажем так было очень ужасно страшно это принимать у меня был запас еще один вариант потому что у меня был друг бывший полицейский бывший солдат он ездил с нами по всем деревням он вытаскивал тоже детей тех кто жил очень далеко кто нуждался в помощи с помощью него он был наш проводником водителем мы мы помогали детям я говорю звоните кену звоните ему пусть он приходит пусть он разбирается это была моя последняя надежда утром приходит этот кен а мы уже мы спрятали паспорта очень-очень хорошо надежно спрятали их и у нас были такие маленькие рюкзачки малюсенькие в которых лежала там не знаю пару вещей просто и когда мы подошли к воротам там стоит этот солдат этот этот человек из конга тоже наш бывший проводник друг я ему говорю открой ворота подходит лиза моя подруга и она говорит тогда она мне потом уже рассказывал наташа у меня был план она стала плакать и говорить отпусти нас ну пожалуйста отпусти и она думала что слезы тронут сердце этого человека естественно ничего никого не тронула тогда когда пришел вот этот полицейский кен моя последняя надежда он открыл ворота чтобы зайти в этот момент лиза его толкнула лиза который был на тот момент 18 лет девушка молодая то есть я у меня ступор я все отрицаю говорю и их успокаиваю говорю да все мы мы разрулим а девчонки младше меня там два раза они действуют понимаете у них реальности более осознанно чем у меня и тогда она толкнула этого полицейского от этого кена на его толкнула и выбежала а я пыталась ним еще договориться и так как у нас около дома стояли мотоциклисты с которыми мы дружили это очень важно в африке со всеми находить контакт мы сели на мотоциклы и этот кем схватил меня за руку когда я смотрела фильм bbc на том моменте когда девушка орет и кричит помогите мне ради бога помогите помогите вот на том моменте я просто у меня произошел жесткий флэшбэк потому что этот точь в точь то что мы пережили потому что когда я села на мотоцикл меня схватил кендык и говорит ты идешь в тюрьму я приговариваю тебе читать мне приговор я говорю за что что я сделала я начинаю с ним говорить представляете вот в этом вот ситуации он говорит но ты пойдешь в приватную тюрьму в мою личную пути пока мне домой в этот момент sony отталкивает и я кричу этим мотоциклистом типа тугенды поехали и мы едем по встречке и мы едем в аэропорт и все точно так же как описывает эта девушка мы едем плачем я кричу я я заплачу тебе любые деньги пожалуйста только отвези нас в аэропорт за нами погоня пастор этот гонится с этим кеном мы приезжаем в аэропорт и тоже эта девушка рассказывает что он подкупил полицию и я вижу что этот пастор бежит к полицейским и начинает с ними говорить на своем языке но слава богу что бог милостив к нам мы встретили солдат за которых мы спрятались и сказали кричали помогите 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 нас нас преследуют только поэтому нас защитили и провели в аэропорт если бы этого не случилось я думаю что он был бы все очень печально вот эта картина эта сцена вот в этом фильме когда я ее увидела знаете вот тогда я решила что я тоже запишу видео потому что я так понимаю эту девушку я пережила то же самое и скорее всего когда она приехала к себе и сказал вы знаете вот у меня вот это произошло за мной гнался пастор подкупили полицию и было погоню в аэропорт и мы ехали по встречке на нее скорее всего точно так же смотрели как на меня гривен ну это это девчонки они там постоянно где-то лазит приключения преувеличивают ну там придумывают когда я это слышала у меня была такая несправедливость знаете вот внутри почему мне не верят почему верят и этим мужикам вот этим пасторам не знаю ну в общем у меня было настолько не было плохо что люди мне не верят я не могла достучаться до справедливости я не могла достучаться чтобы люди меня услышали поэтому поэтому очень сильно мне отозвался этот фильм и очень сильно мне отозвалась та история которая рассказывает эта девушка естественно нас это не остановила вот эта история но мы сразу через несколько месяцев обратно вернулись в африку и не могла нас эта история остановить от того чтобы там помогать детям но по прошедшим как когда прошло много лет меня все больше и больше поглощала это чувство безнадёжность и когда ты живешь с людьми в одном доме ешь с ними из одной тарелки помогаешь вытаскиваешь рискуешь своей жизнью отдаешь все и в конце концов они предают тебя в конце концов они тебя продают они тебя хотят убить они тебя связывают они делают жесткие вещи я имею ввиду те люди которые близко к тебе не грабители которые пришли знаете там ночью нас связали а те люди которые которые с которыми ты живешь в одном доме хочу вас хочу чтобы вот пройтись по некоторым красным флажкам которые которые нужно замечать когда вы служите например в африке или служите вот с такими вот большим как сказать senior global pastor их называют да таких служениях во-первых африка это сам огромный красный такой флаг который кричит будь аккуратно будь осторожно люди которые мне пишут они тоже живут в угаде или не живут в других каких-то странах ну давайте возьмем мою страну в которой я была уганда мне пишут люди которые там живут на миссии инград наташ ты преувеличиваешь ты говоришь неправду люди которые живут в деревне на миссионерской базе это отдельная история люди которые есть комьюнити славянская они тоже живут хорошем районе в компании но в хорошем районе и они тоже говорят корень и ты преувеличиваешь меня он добавили в чат славянский в уганде и этот чат всех кто живет там бизнес это бизнесмена в основном тоже жены бизнесменов и они там живут такой небольшой комьюнити они там живут что-то с собой переговариваться я зашла в этот чат меня туда добавили они не знали что я там выходит фильм про нас про нашу работу в африке я рассказываю про трущобы и я вижу как в этом чате девушки переговариваются ой что она там врет ой что она там рассказывает а я на это все смотрю то есть они меня обсуждают но они не знают что это все читаю я это все читаю 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 я выжидаю время через несколько дней я пишу дорогие мои дорогие мои женщины если вы мне не верите я вас приглашаю к себе на район в свой дом и знаете такая тишина но одна девушка молодец она смелая она решила приехать она приехала она такая журналистка тоже по профессии по моему блогерша она все вот так сняла и говорит боже мой наташа я покажу как ты живешь я покажу еще это ужас это это просто трэш какой то то есть мы живем в разных мирах эти люди некоторые они даже на мотоцикле не ни разу не ездили на маршрутке верно на маршрутке а на маршрутке ты всегда ездишь то есть это такая разваленный такой автобус где вот так все как селедка иногда сидишь на комнате чаще всего ты сидишь сессоре на комнате это африка они даже никогда на ней не ездили то есть мы еще каких-то разных мирах живем они даже на рынке у нас там новины никогда не были, а это вообще must-have и так далее то есть ты можешь жить в одной стране, но ты можешь жить в других условиях, как у нас здесь живут в Чикаго люди, да, но они например, никогда не приедут на юг где стреляют, и мы живем как будто бы в разных мирах поэтому очень сложно очень сложно понять то есть нужно учитывать опыт тех людей, кто живет внутри внутри трущоб внутри с этими людьми, кто живет много лет там, потому что те люди которые жили там много лет обо всем об этом меня предупреждали я этого не слышала не хотела принимать и не слушала поэтому это тоже нужно учитывать второе, о чем я хочу сказать знаете, меня не впечатляют огромные тысячные, миллионные крусейды для меня это не не показатель для меня не показатель огромная мега церковь, которая построена даже это для меня не показатель и когда мне присылали местные, говорили присоединяйся к нам к нашему крусейду там будет тысячи миллионов человек смотри сколько душ пришло к Иисусу смотрите, чтобы собрать толпу в Африке не нужно вообще ничего делать нужно заплатить тому, тому, тому придут люди потому что Африка это им просто даже посмотреть на белого мы приехали однажды с детьми на аттракционах таких, господи, аттракционы одно название покататься смотрите, выстрелилась очередь за мной, за моей спиной выстрелилась очередь знаете для чего? сфотографироваться со мной просто потому что я белая огромная очередь это был отдельный вид аттракциона вот там были какие-то такие чашки разваленные на которые то еле-еле они там, не знаю, наладом дышали крутились были какие-то там карусельки а вот и были там три белые с которыми можно было сфоткаться потрогать и то есть собрать огромную толпу ничего это не стоит люди эти покаются это на моих глазах было мы сидим на это наблюдаем потом приезжают другие белые только мусульмане и вот эти же наши засранцы принимают там типа мусульманство и кушают этот рис и меня это так раздражало и для меня это не показатель для меня не показатель проповедь пастора проповедь, когда он выходит и говорит откройте Библию давайте почитаем а потом он плачет и молится не показатель для меня, ребят этот пастор, который отбирал дома который бил детей, который аферист который сейчас в розыске кстати находится он проповедовал прекрасные проповеди он плакал на коленях молился и это для меня не показатель абсолютно я это все видела все эти слезы все эти проповеди все эти мега церкви но что для меня будет показателем первое это очень близкие доверительные долги как я это люблю говорить но это факт отношения с детьми год два они тебе не доверяют ты белая ты приехала и уехала все правильно кстати говоря они говорят да, потом у нас проблемы а когда ты с ними когда ты можешь за них вступиться они тебе могут открыть секреты вопрос в другом мы скорее всего не поверим этим детям мы скорее всего не поверим этим женщинам второе и жены они всегда в связке кто-то меня спросил почему жена пастора молчит они всегда в связке ну вот не пойдет она против своего мужа какой он там не был это деньги это власть это уважение это все конечно же вместе все делается дальше очень спорная вещь мне даже кто-то здесь за бабушкин проездной высказал ты ездила по бабушкин проездному ооо церковная полиция ойооо когда у меня не было денег в Москве знаете я тогда никогда не расскажу что происходило в Уганде вы меня повесите на первом же дереве если я буду рассказывать что я делала чтобы там выжить но вот это я в принципе не могу рассказать ладно проверить телефон ничто так не открывает жизнь человека как проверенный телефон каюсь-каюсь что делать но я этим тоже как сказать грешила потому что от этого зависела моя жизнь и жизнь других людей чтобы не подвергать их опасности и вот тогда открывалось очень многое дальше связь с элитарными кругами я быстренько это пролесну чтобы знаете чтобы далеко туда не углубляться то я могу наговорить лишнего так сказать для тех людей которые меня потом обвиняют в бабушкином проездном это все покрыто будет таким дальше связь с правительственными кругами если человек дает взятки полиции или там тем же самым ambassador как в общем если он дает взятки и вы как-то об этом узнаете это тоже очень-очень на каких-то высоких кругах это тоже очень важно дальше в каком доме живет этот пастор я учила в Уганде язык с учителем ну и у меня дети все говорили на угандийском языке у меня не было выбора они не знали английский мне пришлось выучить потому что я не могла понять что они там говорят так вот дальше в каком доме живет пастор и вы мне можете сказать ну я приезжал в дом этого пастора такой скромный такой милый дом такой и там все скромненько именно то же самое делали с нами когда мы приезжали пастор жил в такой маленькой хибарке и у него была только матрас и какая-то там это кастрюлька а потом оказалось оказалось потом что он жил в огромном доме ну зачем ему пять комнат зачем тебе пять комнат зачем тебе пять комнат если ты вдвоем со своей женой живешь он и жена все больше никого нет вот этот огромный дом был просто там ну большой да и еще одна пристройка там было пару комнат и еще одна пристройка то есть он жил оказывается потом уже я это узнала когда я уже там везде мы с нашим там давнишним ребенком помощником там все это пролазили я открываю а он оказывается в этом доме живет и думаю ах засранец а при нас он был такой знаете я живу я учусь в этом миленьком доме поэтому знаете когда вас приводят домой к сожалению сказать вам что вас могут привести не в тот дом немножечко есть специальный дом для гостей так сказать гостевой дом чтобы вам показать как вы бедные живете несчастны когда я об этом узнала знаете все открывалось одно за другим и у меня просто вот все кипело внутри я думаю а какой вот ну какой засранец дальше элитарность то что очень важно с кем общается этот человек если этот человек как мы любим первые ряды и вот эти элитарные ряды и там сидят очень высоко поставленные вот эти вот люди в церкви меня тошнит от этого я этого ненавижу почему это так происходит вот когда такое происходит это тоже для меня красный флажок то есть потому что когда я меня втолкали на эти первые ряды я их терпеть не могу я туда приводила детей сажала да там с деревней еще тогда мы не занимались уличными детьми и пастырь ко мне подходил и говорил ты портишь и рушишь мою репутацию убери его отсюда портишь мою репутацию ты представляете я не чухнула тогда я даже ну мне было неприятно но я вот это все как сказать принимала за чистую монету это неправильно так не должно быть с кем он общается он общается с белыми да мне там кто-то написал нас пастор и так принимал и так принимал конечно принимал ты белый тебя будут на руках там таскать или как кого-то кто из высших кругов либо детей или подростков которые из бедных семей но они что-то делают для этого пастора они для него стирают готовят убирают или они его помощники абсолютно да и он говорит это мои сыновья они называют его папочкой что очень неправильно я не разрешала своим детям называть меня мамочка потому что это неправильно это привязка ко мне психологическая привязка я анти это максимум что как можно меня называть никаких мамочек мне здесь не нужно потому что это неправильно а они берут на себя ответственность чтобы их папочкой называли но это ничего никак не режет слух людям то что это неправильно это просто неправильно какой ты папочка ты вообще кто такой папочка какие у них машины посмотрите пожалуйста да это тоже может быть все спрятано но если если у них там самолет да у некоторых пасторов там которые у нас самые мега церкви у них и праведжет есть я считаю это не совсем правильно ну ты летаешь на праведжете ты из Африки блин столько людей они умирают каждый день на наших улицах какая у тебя охрана да какой у тебя забор то есть есть пастора у нас два пастора самых главных в Африке они живут как короли они живут в огромных замках об этом все знают прекрасно и на это тоже нужно обратить внимание как бы и так да с кем он общается общается ли он с простым народом вот он идет вот просто с подростками например которые не делают для него ничего которые не стирают не убирают для него просто общается ли он или нет или ему общаться нужно обязательно с элитарными людьми или с белыми людьми которые ему что-то принесут дальше благотворительность если он занимается благотворительностью для меня это абсолютно не показатель абсолютно ребят накормить рисом Это как все делают. 50 cents так делают. Это у нас здесь ребята из банды кормят пацанов на районе пиццей из необеспеченных семей. То есть для меня благотворительность тоже не показатель. Где они там рис раздают, на это все я тоже насмотрелась. Вот. Дальше какой красный флажок, который я не заметила, просто закрыла на это глаза. То, что дети на самом деле из этой церкви и из этой школы боялись этого пастора. Но они списывали, я списывала это на уважение. Знаете, они отдержались от него как-то на расстоянии немножко. И я списывала это на уважение, что вот они перед ним так называли его с одной стороны там тоже папочкой, а с другой стороны они боялись все-таки его и не подходили к нему близко. Дальше. Хочу сказать, что был такой момент в этом фильме, где говорится, что люди вставали на колени перед этим пастором. Вот это я хочу сказать, что это традиция Уганды. Вставать на колени в этом нет ничего плохого. Вот это, кстати говоря, я хочу заметить, что если передо мной будет пожилая женщина из деревни, бабулька, я лично встану перед ней на колени. Я всегда встаю на колени перед бабушками, когда я приезжаю в деревню. Это нормально. Это ничего в этом такого нет. Это традиция Уганды, которую я не хочу рушить. Когда дети просили у меня прощения, они вставали на колени. И я их не поднимала, скорее, скорее, встали. Не-не-не, это традиция. Белые не должны рушить традиции, которые сложились. Это уважение, но это не унижает людей. Окей. Поэтому встать на колени, я первая встану на колени перед бабульками, перед теми, кому я приеду в гости. И когда я встаю на коленях, я буду разговаривать с ними. Дебали Куньябу, Паси Зокия. В общем, мы вот так вот будем говорить. И я буду 15 минут стоять на коленях и 15 минут вот говорить там. На Угандийском здороваться. Это нормально абсолютно. Дальше. Да, как я уже сказала, что недоступный для простых людей этот пастор, да, с охраной. И очень доступный для белых и для тех, кто принесет ему что-то. Следующий такой красный флаг. Это традиция Уганды. Это традиция. То есть... В общем, это традиция. Ладно, чтобы долго не объяснять. Дальше. Был такой момент, когда помощник пастора, тебе Джошуа, он говорит. I will give them a lesson. Я преподам им урок. Это абсолютно типичная фраза для африканцев. И преподать урок они часто хотят белым. Я с этим столкнулась и не знала, как от этого отделаться, как от этого отмыться, как снять с себя вот это все. Знаете, вот эту вот несправедливость, потому что мне все хотели преподать урок, потому что я белая. И вы знаете, были такие люди, которые были близко ко мне, друзья мои, которые мы проводили очень много времени, с которыми мы... Где только мы вообще там не лазили, что мы только не проходили. И я думала, что он мой друг, прям лучший друг. И потом, знаете, был там один парнишка, с которого я молилась, постилась, мы его вытаскивали. В общем, очень много времени с ним провели. Он у нас был дома, оставался дома. Мы с ним вместе там ездили в разные города, в разные деревни и так далее. И я думала, что он просто вот самый вот мой лучший близкий друг. И был такой вот день, когда, вы знаете, мы с ним там ругались на какой-то очередной почве. Мы что-то там... Я ему что-то такое доказывала. Я говорила, ну, посмотри, как ты живешь. Ну, посмотри, ну, давай там, бросай свои вот эти вот дела. Бросай вот эти вот дела. Он говорит, а что ты мне хочешь предложить? Я говорю, я хочу предложить тебе путь с Богом, чтобы Бог, Он любит тебя, понимаешь? Я начинаю что-то такое говорить, и он так сильно разозлился. И он говорит, знаешь, белое, я очень хочу преподать тебе урок. И точно так же, как там один пацан чуть тебя не убил, я бы точно так же перерезал тебе горло. Знаете? И он это сказал в порыве гнева. Я встала, мне стало так жутко, потому что это сказал, вылетело вообще, да, из моего лучшего друга, как я считала. Я, это ночь, это клуб, я стою, ну, я вот так застыла, я просто повернулась, знаете, вот на прямых ногах вот так повернулась и пошла вот так вот к выходу. Я так, я просто плакала, мне было так обидно, потому что это ужасно. И я понимаю, что все это время он держал это в себе. Вы нас колонизировали, вы белые, вы должны за это ответить. Мы преподадим вам урок. И это живет, кстати, ну, очень-очень-очень во многих людях. Да, это страшно. Страшно от того, что это говорит твой близкий друг. Близкий друг. Дальше. Вопрос у меня к христианам. Хочу вам задать такой вопрос. Смотрите, статистика, которая показана в этом фильме BBC, что 2 миллиона паломников, людей, христиан в год или 15-50 тысяч в неделю приезжало в эту мега церковь, чтобы послушать проповедь, чтобы получить исцеление, посмотреть на чудеса, научиться чему-то. Все валили в эту церковь. Представляете, масштаб, огромный масштаб. Хочу вам просто показать чуть-чуть другую перспективу. Задайте себе вопрос. Почему это количество христиан, ну, давайте скажем, давайте напополам поделим, чтобы половина из них были верующие, например, половина неверующих, там, миллион людей, они не приезжали в Нигерию для того, чтобы вытаскивать детей с улиц. Просто задайте себе такой вопрос. Мне кажется, что наше христианство, оно вообще в какой-то другой перспективе должно жить и смотреть. Почему мы идем на чудеса, на мега церкви, на мега помазанников? Почему мы туда едем? Но почему нету такого ажиотажа, ехать на маленькие миссии, где два миссионера сидят и выживают с детьми, которых они усыновили, или вы там забрали к себе? Хорошо. Почему тысячу человек, тысячу человек не приезжает, точно так же не валит в эти церкви? Допустим. Почему нету такого ажиотажа? Когда я говорю уже много-много лет, что дети на улицах погибают, такого ажиотажа нет. Но все валят туда, где есть вот этот успех. Все валят, где есть вот эти вот огромные крусейды. А миссия, я еще раз говорю, это жить с этими людьми годы, это посвящение, это слезы, это боль, это вытаскивать этих детей, это рисковать жизнью. Да. А где наше христианство? Оно где? Оно с этими помазанниками, которые вот, ну, читают проповеди. Чудеса, еще раз говорю, для меня не показатель. Потому что написано в Библии, что чудеса вытворили, бесов изгоняли, но я не знаю вас. А для меня немножко другие показатели. Второй вопрос. Почему люди не верят жертвам? Почему я не поверила детям? Почему люди не верят тем, кто поднимает свой голос? Почему женщинам не верят? Тоже вопрос, да? Почему мы можем поверить там пастору или еще кому-то, но мы не верим той женщине, которая стоит и кричит, помогите, вообще помогите. И на нее смотрят и говорят, как нам говорили, они сумасшедшенькие, они просто кричат, ну, у них там что-то с головой не все в порядке. И ты чувствуешь, что у тебя нет защиты, тебя не может защитить христианский мир, потому что он, скорее всего, станет на сторону тех, у кого есть власть, позиция, у кого есть какой-то там мегауспех и так далее. А вот этих женщин мы затыкаем. Второе хочу сказать, но я не хочу на этом долго задерживаться, потому что для меня это тотальный шок. То, что мне прилетело в комментарии, что эта женщина из BBC, она лесбиянка. И, знаете, тогда я подумала, о, да, вот наше христианство не то, что на дне, оно просто на самом дне. У меня даже слов нет, но мне хочется про это сказать. У меня даже слов нет. Я даже не знаю, как это комментировать. Ребята, вы чего, о чем вы? Вы в каком? Вы, где ваши мозги? Окей, у меня осталось пять минутчиков. Девушка, которая из ЛГБТ, она точно такая же девушка, обыкновенный человек, у которого есть голос, у которого есть совесть, у которого есть право за себя вступиться. Поэтому, если вы посмотрите на русскую церковь, вся русская церковь, практически 99% поддержали войну. Каста, которые не верующие по вашим меркам, выступили против. Теперь вот не хочу на этом долго задерживаться. Для меня это шок. У меня много друзей из лесбиянок, из ЛГБТ-сообщества. Они нормальные люди. Они тоже могут быть жертвами. И они люди, с которыми нужно дружить. Христиане, вы что? Вы думаете, что вы такие особенные, вы такие вот чистые святые, и вы вот с этим сообществом мирским, как вы их называете, не хотите иметь никакого дела и хотите от них отгородиться? Позор вам, если вы с ними не дружите. Ну, если вы там учитесь высока, тоже позор вам. Как можно так говорить вообще? Фу! Это прям попахивает, знаете, каким-то нацизмом и расизмом. Поэтому, заканчивая эфир, у меня уже остается 3 минуточки, хочу вам сказать, что прислушивайтесь к жертвам. Прислушивайтесь к тем, кто там давно жил, в Африке, я имею в виду. Не бойтесь говорить, не бойтесь осуждать. И посмотрите на все христианство с другой стороны. Откройте глаза и посмотрите. И тогда мы можем предотвратить какую-то катастрофу, которая происходит с такими мега-церквями или служителями, или вообще там, где есть насилие, там, где есть несправедливость и беспредел. Большое спасибо. Я надеюсь, что я ответила на какие-то вопросы. Если что, вы можете это тоже как-то опровергнуть, обсудить. Всем пока.